Всем привет! Меня зовут Даша. У нас жарко, как в аду. Если у кого-то усиленный ветер, дожди, град, грозы, пришлите сюда. Умоляю, у вас ночью расставят мороженое на египетском пляже в июле. Сегодня я буду рассказывать вам Утомленное солнцем о трех книгах. Это Ислам Тарика Рамадан. Она будет первой. И Шекспир, Весь мир, театр, Билла Брайсона, последнее время моего любимчика. И еще одного моего любимчика, Бориса Акунина, Олега Бабунда. Начнем, как я и обещала, с ислама. На самом деле я не подумать ничего такого. Я крещеная в христианство и не собираюсь менять меру, веру. Но я не против изучения других религий, потому что в каждой из них содержатся определенные мудрости, интересности. И ислам доненько вызывает мой живой интерес, который эта книга Билла. Когда мы пробовали читать учебник, не какой-нибудь интересный, типа, там, учебник по истории, а вот, ну, я не знаю, учебник по физике или по алгебре, сразу, целиком, и пытаться объять. Вот, вот это учебник. Стиль и написание тоже соответствуют учебнику. То есть, Билл Брасовин тоже пишет о документальных вещах, но это интересно читать. К тому же, вот, мне всегда был ислам интересен, например, почему нужно покрывать голову, почему нужно несколько раз в день молиться, почему именно это количество, что значит вот эти всякие жесты во время молитвы. Я знаю стоки вот этого жеста, или как он там правильно показывается, вот, но, а все остальное, я, например, видела, что люди при этом прорачивают лицо, там, направо, налево, но, так понимаю, в определенную сторону света. А почему? И вот таких вот, и что за праздник Рамадан? И почему он проводится именно так? А как именно он проводится? Как именно нужно поститься? И, ну, вот, прочие вещи меня прям очень интересовали. Но, прочитав эту книгу, я приставала интересоваться исламу вообще. Не потому, что он мне все разъяснил, а потому, что такой эффект оказала книга. То есть, ну, я не знаю, ну, мне кажется, это книга не для тех, кто вообще ничего не знает об исламе, как я, ну, хочет познакомиться с ним, а для тех, кто знает основы хотя бы, или постоянно взаимодействует с представителями этой лиги, и у меня нет знакомых среди, и не тех, кто поведает ислам. В общем, не нашла у меня эта книга, к сожалению. Хотя я ее очень сильно ждала, почему-то мне казалось, что я буду в восторге, но как только я взяла ее в руки, я очень хорошо чувствую книги, когда они физически от меня близко, но когда я их вижу в интернет-магазине, то я не всегда понимаю, нужно ли мне это или нет. Далее. Борис Акунин. Моя любовь. Ореховый Будда. Это из серии «История российского государства». Как вы знаете или не знаете, Акунин пишет многотомник об истории России, и каждый том посвящен определенному периоду в истории. И совершенно чудесно и изумительно то, что к каждому такому тому выходит книга художественного плана, которая иллюстрирует то, что написано было в документальной. И Петру Первому Акунин привел очень много внимания, ему будет посвящен целый томище документальный. Что касается художественных книг, то выпустил целых две. И это уже вторая. И она очень замечательная. Здесь Акунин оседлал своего любимого коня, а именно Япония и буддизм. И очень толково, красочно и аппетитно рассказывает и о том, и о другом. И эта книга чудесна, как и все у Акунины. Билл Брайсон у нас на подходе. «Шекспир. Весь мир театра». У Билла Брайсон читала две книги. Одна посвященная быту в Европе, преимущественно английскому. Вторая называется «Краткая история почти всего на свете». Это во всяких наук разных, вкратце. И я прекрасно, наверное, я имела возможность убедиться, что он пишет очень воодушевляюще, очень интересно, захватывающе, несмотря на то, что книги-то документальные. И вот изучил гору просто материала, и все его слова, они не на пустом месте родились. Это не просто размышления обычного обывателя, прошу про жизнь с автологией, а именно человека, знающего. Когда я увидела, что у него есть книга, посвященная Шекспиру, в которой он остался очень-очень мало документов, до такой степени мало, что некоторые люди говорят, что «А его никогда не было». Под его обсидоним писал совершенно другой человек, вероятно, какой-то аристократ, может быть, даже сама Елизавета Первая. Ну, вы да, слышите, по-моему, интонацию, да, что я никогда не была приверженницей этих слухов. И я такая думаю, ну, блин, надо, надо, надо мне познакомиться с этой книгой, чтобы вот людям, которые считают, что Шекспир не Шекспир, кто-то другой, чтобы какие-то аргументы ему можно было приводить. И вы знаете, что? Вы знаете, что? Сейчас я вам покажу. Вы знаете, я варвар. Иногда, конечно, пишу в книгах какие-то свои замечания. Составиваю вот это словно древо. Вот, смотрите сами. Я надеюсь, вам видно. То есть, да, на основе того, что написано в этой книге, я составила даже вот это словно древо. Здесь есть патеты, конечно, и Шекспира, и его жены, и рисунок его дома, и информация о том, где он родился. И всё это вы могли видеть в моём Инстаграме. Я выкладывала фотографии. И что мне особенно понравилось в этой книге, написано о том, как существовал театр в эпоху Шекспира, как всё это происходило, кому принадлежали права на произведения, всякие вот эти тонкости, нюансы. И знаете, что без этого понимания вам будет сложнее понять Шекспира. И, оказывается, у него есть произведения, о которых я даже не слышала, хотя я люблю Шекспира, я очень уважаю его и чту. В общем, крайне занимательная книга. Если вы любите, не важно что, историю, театр Шекспира в частности, Билла Брайсона, я очень вам рекомендую книгу «Потрясающая». На сегодня все. Пока. И до скорых книг.